Алло. Алло, Василий, так лучше слышно? Так лучше, да. Прекрасно. А как вообще нас нашли, как пришли к нам? Реклама была в интернете. Алло. Опять я вас не слышу. Странно, вроде уже с телефонией нормально должно быть все. Слышно меня сейчас? Сейчас слышно. Давайте вкратце расскажу вообще, кто мы, чем мы занимаемся и на каких условиях мы работаем. Смотрите, мы являемся разработчиками торговых роботов, разных математических алгоритмов для биржевой торговли. Мы единственная компания, которая предоставляет свой продукт в последующей оплате, если конкретно интересует аренда. То есть вы берете у нас свой робот, мы его помогаем вам установить на свой торговый счет, причем курирование вас по телефону, либо по видеодемонстрации, там, экрана. Вот. Вы сами лично открываете торговый счет, сами устанавливаете робота, устанавливаете настройки. Мы вам все подсказываем. Рассказываем, какие настройки трогать можно, какие категорически нельзя, чтобы робот корректно работал и приносил вам доход. Каждый месяц у нас первое по пятое число идет расчет. То есть с вашего дохода вы оплачиваете комиссию. Комиссия у нас от 10 до 30 процентов, в зависимости от депозита. Опять не слышу. Опять вы пропали. Ничего не слышу. Ничего не слышу. Вы пропали, я вас не слышу. Сейчас слышу. Кто слышите, кто не слышите? Ну сейчас слышу. А так не слышал две минуты назад. Ничего не слышно было. Странно. Я вас очень хорошо слышу. Ну не знаю. Паспетит, подскажите, пожалуйста. А вы какую доходность вообще видите для себя, хотели бы видеть? А вы какую предлагаете доходность? Доходность можно установить по вашему аппетиту. Я просто расскажу условия по этой доходности, какие должны быть и что можно, что нельзя. Можем ли мы предоставить вам такую доходность или не можем, и что нужно для этого? Ну не знаю. Попробую. Ну сколько в процентном соотношении со своего, например, депозита вы бы хотели каждый месяц получать? Без разницы. В процентном соотношении. Какие мы инструменты установим, чтобы я понимала, что можно для вас подготовить? Все инструменты ставим. Какие только есть. А, скажите мне тогда для начала, какой вы депозит рассматриваете? Какие ваши предложения? Вот я вас спрашиваю. Какой депозит рассматриваете? Я вам скажу, что... Ну я не знаю, я не знаю еще. Ну какие у вас планы тарифные? Ну сколько вы хотите на счет разместить, чтобы робот торговал? Смотрите, с депозита робот торгует только 10-15% максимум. То есть, если размещаете там условно 10 тысяч, то там он торгует максимум на тысячу. То есть, он не использует весь депозит для торговли. Остальное находится как подушка безопасности для каких-то форс-мажорных ситуаций, если вдруг. Потому что если используют весь депозит, это... Форс-мажорные ситуации, это... Это вот только коронавирус, да, карантин у нас была, форс-мажорная ситуация. А куда пойдут эти форс-мажорные деньги? Вот мне уже что-то становится странно и интересно. Для чего мне тогда делать на свой счет 10 тысяч, когда в работе будет только тысячи? О чем мы можем сейчас разговаривать? Но это... Это какие-то у вас... Что? Что-то вы странное мне рассказываете. Лечет тогда пополнять на 10 тысяч, если будет работать тысяча. Ну вот на тысячу он будет приносить вам доходность. А для чего, а 9 тысяч что будут делать? Они будут лежать на счету как подушка безопасности. Подушка безопасности чья? И для кого? Ну когда цены меняются, если резко цена упадет или вырастет, чтобы у робота был запас, чтобы он мог выйти из просадки, если там будет какая-то просадка. Понимаете? Как он будет просадку? Из просадки выходить? Деньги туда все впуливать мои? В эту просадку. А что, что, что еще раз? Все деньги мои будет впуливать в эту просадку? Нет, нет. Вы что, не видите? А что? Он может выйти до 30%. Он может выйти за рамки манименеджмента до 30%. Я не понимаю, для чего будут болтаться мои деньги, которые не в работе. Для чего? Давайте я тысячу положу и на тысячу пусть он торгует. Для чего? Вы понимаете, что вот тысячу разместите, робот закупит условно там валюту и все, и он дальше не сможет двигаться. То есть, одна, допустим, один лот там стоит условно 100-150 долларов. Он закупит там несколько валют и все, и он будет стоять и ждать. И ему некуда дальше будет выйти. И если вдруг цена резко изменится, все, эти деньги потеряны. Понимаете? А если так будут деньги, как он выкрутится? Что-то я не понимаю. Он набирает объем за счет того, что у него есть еще подушка безопасности. Это денежные средства, которые у вас лежат для, ну, как-то, про запас. Что он с ними делает? Что он с ними делает? Про запас, как вы? Они как подушка безопасности. Для форс-мажорных ситуаций на рынке. Да, и что делает этот робот? С этой подушкой безопасность. Он увеличивает немного объем, чтобы выйти за эту... Цена резко поменялась. Ему нужно, естественно, набрать объем. Какой объем ему надо брать? Цена резко упала, да. И что он делает с этой подушкой безопасности? Он может, смотрите, если цена резко упала, он берет, условно, открывает сделку на падение. За счет этой сделки на падение, он, ну, вот, за счет, как раз-таки, этих возможностей, денег дополнительных, понимаете? Не понимаю. Для чего 9 тысяч будет болтаться без дела? Хоть убейте, я не понимаю. Грубо говоря, 100 тысяч ложишь, 10 тысяч работает, а 90 тысяч ваша компания крутит у себя эти деньги. Ну, вы понимаете, нельзя торговать на... Я вас не слышу. Нельзя торговать, и все, больше ничего не слышно. Что у вас за беда такая с IP-телефодением? Я вас не слышу, я вас и не слышу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!